Девушки отдыхают Политики выстраивают полицейские заслоны, граждане выходят на многотысячные митинги Нельзя доверять политикам Наш корреспондент направился к месту встречи мировых лидеров Мощный, современный, экологически чистый В одной из крупнейших промзон страны в Ленинградской области открыли первый в России металлоцентр Лучшие в своей отрасли рабочие места Минувшая ночь в Донецке стала одной из самых тревожных с момента начала боевых действий в Донбассе Кононада была слышна во всех районах города Специалисты отмечают, что стрельба ведется из тяжелых орудий Под огнем оказались школьный стадион, частный сектор и несколько жилых кварталов Информация о возможных пострадавших о разрушениях уточняется По данным местных властей Обстановка в Донецке остается неспокойной В городе отключено 28 трансформаторных подстанций Всего же ополченцы зафиксировали 34 факта нарушения режима прекращения огня В Германии накануне саммита Большой Семерки многотысячные демонстрации Смысла во встрече политиков, судя по опросам, не видит треть немцев Они не понимают, зачем тратить 300 с лишним миллионов евро На переговоры в одном из самых роскошных мест мира К тому же отгородившись от людей почти крепостной стеной и десятками тысяч полицейских Как это выглядит и что будут обсуждать за высоким забором, выяснил Константин Рожков Он еще не приехал, а немцы уже легли на живот В окрестностях, кажется, не осталось ни одного канализационного люка Куда бы не заглянула полиция перед приездом Барака Обамы Еще до начала саммита президент Соединенных Штатов и канцлер Германии Собираются посетить небольшой городок под названием Крюн Для тихой, если не сказать сонной баварской глубинки Это, в общем-то, протокольное мероприятие стало чем-то вроде землетрясения Здешний бургомистр, то есть мэр по-нашему, встретивший нас одетым в традиционный баварский костюм Честно признался, вот уже несколько дней он отрабатывает перед зеркалом момент Когда американский лидер будет сжать ему руку Я очень кропотливо готовлюсь к встрече с Обамой Работаю над приветствием, уже несколько раз его переписывал Все время кажется, что можно что-то улучшить Надеюсь, мне удастся заучить весь текст на английском А то не хотелось бы ударить в грязь лицом А всего в паре километров отсюда к приезду Барака Обамы И остальных лидеров Большой Семерки готовят уже не речи, а речевки Приехавшие со всей Европы антиглобалисты окончательно растоптали надежду немецких бюргеров на привычную размеренную жизнь Протест теперь на каждом углу Кто-то даже умудрился забраться на самую высокую гору в Германии, чтобы вывесить один единственный плакат Смысл послания примерно такой Если вы из вашей семерки не начнете бороться с парниковым эффектом, воды скоро будет вот досюда Остальные пока заняты тем, что строят лагерь Рядом с аккуратными баварскими домиками вдруг возник стихийный палаточный городок Чьи обитатели, возможно, всего за несколько дней научат немцев беспорядку У нас нет никаких проблем Наоборот, местные жители сами приходят к нам каждый день Кто-то приносит еду, пироги Некоторые даже с нами пиво пьют Мы им рассказываем про саммит Про то, что нельзя доверять политикам Впрочем, полиции будет раз в 20 больше, чем самих антиглобалистов Едем к месту, где пройдет саммит Каждая вторая встречная машина с мигалками Похожие на муравьев из-за черной униформы Сторожи порядка копошатся вдоль дорог Возводя километр железного забора А появившиеся всего за пару дней блокпосты Вновь напомнили местным жителям О временах разъединенной Европы Такого здесь не было последние 20 лет На границе между Австрией и Германией Вновь возведены контрольно-пропускные пункты Водители останавливают, проверяют у них документы Заглядывают внутрь багажника На время проведения саммита Большой Семерки Шенгенское соглашение Здесь, на этой территории, по сути, было отменено Но даже если и впустят на территорию Германии Добраться сюда, простому смертному Будет невозможно Укрытая в Баварских Альпах Люксовая гостиница постройки начала 20 века Которую называют не иначе как Дворцом Эль-Мау И станет местом, где в 65-й раз Соберутся лидеры Семерки Которая, впрочем, еще совсем недавно была Восьмеркой Решение не приглашать Россию На второй саммит подряд Из-за кризиса на Украине Обернулась для Ангела Меркель шквалом критики у себя на родине Критика в сторону Меркеля Об отсутствии президента Путина Исходит в первую очередь из промышленных кругов Которые в Германии играют немаловажную роль В Германии все больше осознают Что невозможно долго протянуть Без признания России в качестве полноценного партнера Предполагается, что живописные альпийские пейзажи Которые окружают дворец Эль-Мау Станут фоном для большого политического торга В числе прочего будет решаться вводить ли новые санкции против России Или же наоборот пришла пора отменять старые Такой вопрос действительно удобнее обсуждать за спиной А не в присутствии российского президента Константин Рожков, Дмитрий Мельянов, Любовь Киченко и Полина Баранова Пятый канал, Германия Два человека погибли И более сотни получили ранения В результате двойного взрыва на юго-востоке Турции Инцидент произошел во время предвыборного митинга Народно-демократической партии Взрывные устройства, заложенные рядом с трансформаторной будкой Сработали с интервалом в несколько минут По сообщению местных СМИ В качестве поражающих элементов Террористы использовали металлические шарики Полиция начала расследование Около ста человек задержаны Премьер-министр Турции обратился к жителям города Где произошла трагедия с просьбой Сохранять спокойствие и не нагнетать обстановку С космодрома Плесецка Где был проведен пуск ракеты-носителя Союз-2.1.А С ее помощью вывели на орбиту Космический аппарат Министерства обороны Старт произошел в запланированное время в штатном режиме Со спутником поддерживается устойчивая связь Его бортовые системы в норме Запуск ракеты Союз-2.1.А Стал первым после случившегося в апреле ЧП с таким же носителем Тогда из-за неполадок не удалось доставить на МКС Космический грузовик Прогресс Машиностроительный кластер Северо-запада России Пополнился новым предприятием В одной из крупнейших промзон страны В Ленинградской области Открыли новый завод Центр, который будет производить детали Для машин, станков и не только Ян Воскресенский увидел запуск уникального оборудования Металлический рулон Дальний предок будущего автомобиля Или сотен холодильников Или тысячи электрочайников Открытие завода празднуют без отрыва от производства Так что презентация начинается с техники безопасности Тем более, что заводские механизмы тоже участвуют в церемонии Когда-то огромный пустырь Сейчас одна из крупнейших промзон страны Под Петербургом Теперь из города ездят на работу в область Хотя всегда было наоборот Не так много таких промышленных зон в России Которые могли бы похвастаться Хорошими по качеству рабочих мест предприятием Здесь не просто созданы рабочие места А лучшие в своей отрасли рабочие места Место для металлоцентра Северстали Выбирали с расчетом на потенциальных клиентов Кругом заводы, где собирают автомобили Европейских и японских марок Ближайшие через дорогу Детали будущих машин доставляют быстрее, чем пиццу из города И хоть автостроители переживают не лучшие времена Это руководство нового завода не смущает Сейчас как раз самое время продвигать свой продукт Мы только вышли на рынок Ну не так давно Соответственно сейчас у нас активная фаза Продвижение нашего продукта И занятие нашего места на рынке Рабочих мест для такого производства Совсем немного, всего 60 В общем-то ни рабочих, ни бригадиров Здесь нет Кругом операторы и супервайзеры Главный инструмент завода Так и вовсе работает в автоматическом режиме Лазерная установка Единственный в стране сварочный аппарат Который может соединять автомобильные детали разной толщины Обеспечивает безопасность самого пассажира Если мы представляем, что часть двери, допустим, будет жестче А часть двери мягче То таким самым образом Какая-то часть двери будет компенсировать удар При аварии, допустим А вторая часть жесткая Будет защищать того же самого автомобиля Управлять новым заводом Отечественные металлурги будут в сотрудничестве с японскими коллегами Традиции корпоративного досуга в интернациональном коллективе оказались схожи После работы поедем, попить, тусоваться Вот такие шаки, это нужно Это у нас называется Communication, есть такое слово, английский язык На японском языке есть такое слово Nomi, это японское язык, это пить В рабочее время японское начальство следит за порядком на производстве Благодаря японской щепетильности Завод оказался не только дисциплинированным Но и экологически чистым Конвейер здесь называют саркофагом Потому что внутри ни одной пылинки Ян Вскресенский, Алексей Золотилов, Татьяна Кузьменко, Пятый канал В Москве прошел второй финальный матч по баскетболу ЦСКА Химки Во время большого перерыва состоялась торжественная церемония На ней подвели итоги голосования болельщиков Проходившего в рамках акции «Возвращение леопарда» Дальневосточный зверь, до сих пор числившийся в реестрах Под безличным 29 номером, обрел имя Как сообщил почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов Прыгучего хищника отныне зовут Буба В честь защитника Нижнего Новгорода Евгения Бабурина Ведь именно его бросок в падении Переведший в овертайм второй матч серии «Нижний Новгород» «Зенит» стал самым ярким моментом плей-офф 2015 Тысячи людей предлагали свои имена Теперь у нас есть победитель Буба Бывший Лео-29 Теперь уже все с паспортом, все как положено После завершения голосования Сергей Иванов подписал официальный сертификат О присвоении имени Буба новому талисману лиги И его реальному прототипу, обитающему в Приморье И на этом все, это была программа «Сейчас» Хорошего вам дня и до встречи на пятом Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok